Всем привет, ребят! С вами Аурум, и это первый снэкпик. Именно в этом снэкпике я смогу вам показать, рассказать, как будет выглядеть каталог скинов, какие они будут, эти новые скины, новое окружение, заставочки. В общем, усаживайтесь поудобнее, прожимайте лайк, заваривайте себе чаёк или чё покрепче и гоу смотреть! Ну а также напоминаю, что вот этот прекрасный скинчик на банана Кольта прямо сейчас разыгрывается у меня в Телеграм-канале. Для этого просто нужно прожать лайк, подписаться на канал и зайти в мою Телегу по ссылке в описании, нажать кнопочку участвовать. Начнём, пожалуй, с загрузочного экрана. Шикарнейший, просто шикарнейший загрузочный экран. Мне действительно очень нравится. Вот первое окружение, которое мы видим. Но также у нас есть и второй вариант, который мне нравится ещё больше, только потому что скины эти невероятные, офигенские. Ну и фон лобби соответственный. Кроме того, у нас имеется ещё несколько фонов лобби. Они тоже очень-очень красивые. В Brawl Talk вы, наверное, все увидели, как заканчиваются катки. Да, ребят, это довольно неожиданно и очень даже непривычно. Теперь у нас, как видите, можно увидеть лидера по урону, лидера по исцелению, звёздного игрока. Причём звёздный игрок может быть даже в проигравшей команде. И кроме того, можно ставить лайки как своим тиммейтам, так и противникам. Ну и да, офигенски видно, сколько урона ты нанёс, сколько ты захилил, сколько сделал киллов и сколько раз ты умер. Вау, спасибо, разработчики. Наконец-то. Вот реально, наконец-то. Мы так долго этого ждали. Я действительно ванговал об этом ещё несколько лет назад, что было бы очень-очень круто так сделать. Каталог скинов. Что это, как это, с чем его едят? Всё очень просто. В магазине у нас появляется каталог, где ты по разным характеристикам можешь себе выбрать нужный скин, пин, значок или спрей. Скины можно выбирать по редкостям. Это у нас редкий, сверхредкий, эпический и легендарный. Пинчики, кстати, точно так же. А также можешь выбрать просто тупо по бойцам. То есть, например, нажимаешь на Брока и выбираешь, какой скин у Брока ты хочешь. Скины эти можно купить практически любые. То практически любые. Покупаешь ты их либо за блинги, либо же, ну, например, леги, можно купить только за гемы. Но опять же, в любой момент времени. Не нужно ждать ни акции, ничего. Просто захотел, зашёл, себе купил. И тут я обращусь к разработчикам. Почему не сделать сундук со скинами? Окей, вы забрали возможность выбивать бравлеров. Ну, а дайте хотя бы, как в других играх, S-Go, Stand-Off. Ну, там же есть сундуки со скинами. Ну, пожалуйста. Ну, это очень-очень круто. Ребята, если тоже так считаете, прожмите, пожалуйста, прямо сейчас лайк. И, может быть, разработчики что-то подобное сделают. Ну, а теперь вашему вниманию я представляю анимации победы и поражения абсолютно всех новых скинов. Ну, или почти всех. Значит, банановый кольт. Он просто прекрасен. Мне нравится этот скинчик. Он действительно кайф. Ягуар Мэг станет доступна за силовую лигу. Выглядит она очень эпично. Кстати говоря, Мэг теперь, как вы помните или не помните, появляется в виде меха. Эпичный скин. Серьезно. Кошачьи Максы. Леопард Макс. В такой желтенькой расцветочке. И Пантера Макс. Классные скинчики. Беру себе в копилку. Крокодил Бастер. Очевидно, охотник из джунглей. Выглядит кайфово. Цербертик. Просто взгляните на него. Это невероятно офигенский скин. Я думаю, что это лучший скин для Тика. Как вы думаете, напишите в комментариях. АРС Нани. Это не просто крутой скин для Нани. Это, ну вот, это просто, это, блин, это капец. Вообще, все легенды Олимпа очень офигенские. Мне кажется, Илка съездил куда-то в Грецию и вдохновился. Как считаете? Ну и лучший среди лучших. Просто невероятный это скин для Брока. Во-первых, у Брока вообще не так много скину. Последний раз, наверное, несколько лет назад ему что-то добавляли. А тут еще золотой. Ну, это... Ну и скинчики попроще, но оттого не менее прикольные. Например, Харадзюку Эмс. И взгляните, что за танец. Да-да-да, даже после Броултока все угадали, что это за танец. Гоблин Карл. Тоже очень-очень красивый и прикольный. Бродячий Леон. Да я люблю его просто за то, что он Леон. Любой скин на Леона мой любимый. Кайдзю Басс. Звучит как Гамжу Басс. Эдгар в маске. Бабл Биби. Такой леденец ты еще не видел, брат. Кстати, мне кажется, она приманит им Леона. Однозначно. Ребятки, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой скинчик ваш любимый из всех перечисленных. А также в моем телеграм-канале можете посмотреть изменения баланса. Конечно же, по традиции оно будет доступно. По ценам и доступности. Кольт будет стоить 149 гемасов. Ягуар Спирит будет стоить 149 гемасов, либо же 5000 блингов. Леопард Макс 79 гемов или 2750 блингов. А вот Пантера Макс 29 гемов или 1000 блингов. Крокодил Бастер 149 гемов или 5000 блингов. Сербер Тик 199 гемасов. Арес Нани 199 и Зевс Брок тоже 199 гемов. Кстати, помните, Фрэнк говорил, вы запутались, сколько стоят скины? Дело все в том, что легендарные скины стоят разные суммы. И я опять запутался. Почему 199? Хараджуки Эмс 79 гемов или 2750 блингов. Тех Мэйси 29 гемов или 1000 блингов. Гоблин Карл 29 гемов или 1000 блингов. Леон Зе Стрей 29 гемасов. Каджубас 29. Эдгар Биби тоже по 29. Вы знаете, по 29 гемасов тоже есть очень даже неплохие скинчики. Это радует. Ребятки, спойлерну завтра. Нас ждет тоже очень-очень крутой сникпик. Поэтому не пропустите. Подпишитесь на канал. Прожмите обязательно лайк. Введите код Аурум в магазине. И не забудьте про конкурс. Конкурс по ссылке в описании в Телеграме. Участвуйте обязательно. И забирайте рандомно целых 7 бананок альтов. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал. Всех обнял, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok.